Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Здоровье» меня зовут Юлия Майорова и как всегда по средам мы с вами, друзья мои, обсуждаем темы, касаемые нашего здоровья. И у вас есть возможность в прямом эфире задать все интересующие вас вопросы, касаемые темы, которые я озвучиваю каждую среду. Сегодня сначала хочу представить вам нашего врача, человека, который уже не первый раз приходит к нам в студию. И эфиры с ним всегда получаются очень познавательные, насыщенные и полезные для всех вас. Это главный врач лечебно-оздоровительного комплекса «Белый медведь» Магомедова Фатима Амаровна. Фатима Амаровна, добрый вечер! Добрый вечер! Фатима Амаровна, все наши эфиры для меня очень, очень такие, знаете, родные, близкие и очень полезные. Почему? Потому что вы даете массу информации по поводу сохранения и преумножения нашего здоровья. Но многие телезрители, наверное, только что присоединились к нашему эфиру и, может быть, не видели программы и вообще не подозревают о том, что в республике есть вот такой вот очень важный для населения лечебно-оздоровительный комплекс «Белый медведь». Вот хотелось бы сначала вообще в принципе поговорить о нем, о том, что это за комплекс и чем он занимается. Уже с 2004 года, с того времени, как мы открылись и начали новые методы оздоровления людей немедикаментозным путем. Что это такое? Во-первых, я уже часто выступаю именно и по вашей программе, и на других программах, и часто рассказываю о том, что есть лечение людей с помощью медикаментов. А есть не лечение людей, а выхаживание людей. Вот это разный подход к здоровью человека. В чем разность? В том, что здесь, когда мы говорим, надо заниматься профилактикой, мы обычно говорим так. Вот, пожалуйста, раз в полгода вы должны прийти в поликлинику, сдавать анализы, сделать обследование, и вам назначат терапевт, невролог, лор-врач и остальные специалисты. Соответствующее лечение, смотря по тому, какие будут у вас результаты. И что? Опять назначаются какие-то препараты синтетического направления. И получается, что вроде бы профилактика, и в то же время продолжаем лечение людей синтетическими препаратами, которые очень тяжело действуют на нашу печень. Никто не задумывается над тем, что сколько же она может вынести, эта печень. А как сделать так, чтобы освободить, разгрузить наоборот ее на какое-то время? Может быть, уменьшить дозы этих синтетических препаратов. Может быть, можно сделать так, чтобы препараты заменить на натуральные где-то. Как это организовать правильно? Как это сделать так, чтобы это было в комплексное? И вот тут есть такой другой метод, оказывается. Но его нельзя заменять одно лечение другим лечением. Их надо делать вместе, в комплексное. Как это правильно сделать? Вот тут мы открыли такой центр в 2004 году. После того, как я сама обучилась этой методике, в оздоровительном комплексе, это находится недалеко от Сочи, в Адлере, там такой центр есть, центр Семеновой, которая работает по этой методике, но она как каркас научила меня, врача, как сделать так, чтобы меньше навредить больному, применяя какие-то лекарства. Теперь, ну, начало, это уже 2004 год, а уже сейчас 2018 год, 14 лет. У меня уже наработан свой план работы. Я уже поняла, что здесь просто так заниматься только профилактикой не получится. В основном к нашу центру стали приходить люди глубоко больные, которые уже очень много принимали лекарств, печень уже перегруженная, кишечник работает плохо, кровь уже не течет не как река, а как, ну, как говорится, а течет как болото стоячее находится, и надо что-то делать с этими людьми. И вот тут мы подошли к этому центру так. Пациентам мы говорим, давайте ваши препараты, которые вам назначены, вашими лечными врачами, продолжаем. На этом фоне начинаем правильно питаться, пить воду. Обязательно, вот я каждый раз на всей передаче говорю про эту воду, что вода должна быть некипяченая, из хороших фильтров, свежая, в тёплом виде, не горячая, не холодная, а тёпленькая, через полчаса, за полчаса до еды и через два часа после еды. А многие скажут, ну, хорошо, это, в принципе, можно сделать. Не помогает, и это оказывается. Я пыталась только вот на этом строить программу, не получается. Почему? Потому что, оказалось, за эти годы у пациента внедрились столько паразитов. Ну, что такое паразиты, я уже не буду сейчас рассказывать, потому что я каждой передаче про них рассказываю, и так все люди это уже знают. Эти грибки и глистовирусы, которые заполонили наш организм. Они сидят уже не только в кишечнике, а в мышцах, в суставах, в сердце, в печени, в коже, в подкожной клетчатке, в каждой клетке. И это, я считаю, спопустительство врачей. Потому что мы очень мало на это обращаем внимания. И считаем, что болезнь отдельная, а глисты – это отдельная. Вот поднимаем иммунитет человеку, назначая всякие иммуналы и так далее. А какой иммунал, когда сначала получается всеми этими препаратами, которые мы назначаем, мы поднимаем иммунитет кому? Своим паразитом, который внутри нас находится. И вот тут мы идем по другому пути, решили пойти. Что мы делаем? Одновременно с тем, что очищаем кишечник, назначаем антипаразитарную программу. Это оказывается очень важное. Сначала мы даем антипаразитарные отвары, мы не даем синтетические, опять-таки, потому что они очень тяжелые для печени, разрушают печень, там больше трех-пяти дней нельзя их назначать. А цикл развития метаболизма червей 90 дней до 3 месяца. И кто работает с больными 3 месяца, никто из врачей этим не занимается. А надо бы. Поэтому, когда нам говорят, вот вы, почему, какие болезни вы там лечите? Вот мы знаем, что у нас паразитов нету, у нас просто грыжа диска, вот я как невролог говорю в первую очередь. У нас грыжа диска, у нас остеохондроз, у нас нарушение мозгового кровообращения, последствия нарушения. Нам вот надо вот такое лекарство, вот нам назначили для разрушения крови там другой препарат. И так далее. А ведь неправильные подходы, опять-таки. Ну хорошо, как получилось, что пациенты уже к 50 годам, в основном, у всех давление высокое, и всех посадили на препараты, которые снижают давление. Сделали, а ведь в советское время, а я врачи советских времен, больше 7 дней лекарства не назначалось. Потому что считалось это очень губительно для нашего организма. А теперь все стали хрониками. Всем пожизненно назначаются лекарства. Не дай больше заболеть. Я прошу прощения, Фатима Амаровна. Ну вот мы как-то с вами уже углубились непосредственно, как бы, да, в сам процесс, процесс, который происходит внутри, значит, вашего оздоровительного комплекса. Я предлагаю нашим телезрителям немножечко отвлечься от студии и посмотреть видеосюжет, в котором мы наглядно сейчас покажем, чем же конкретно занимается ваш центр, с вашего позволения. Да. Итак, уважаемые телезрители, вашему вниманию мы представляем небольшой видеосюжет в целом о работе лечебно-оздоровительного комплекса «Белый медведь», для того, чтобы у вас по ходу уже сформулировались какие-то вопросы, и вы смогли их нам задать в прямом эфире. Итак, внимание, сюжет. 12 лет в Дагестане функционирует лечебно-оздоровительный комплекс «Белый медведь». Популярность среди дагестанцев и не только он получил благодаря уникальному подходу в лечении хронических заболеваний. Все болезни, начиная от обычных запоров и заканчивая онкологией, все эти болезни, они имеют грибково-близную этиологию. Главный врач Фатима Амарова подробно рассказывает своим пациентам о том, каких правил стоит придерживаться во время лечения. На этих лекциях клиенты лечебно-оздоровительного комплекса «Белый медведь» получают бесценные знания, которые помогут им после выписки следить за своим здоровьем. Под наблюдением медиков в течение 14 дней пациенты проходят курс оздоровления естественным путем, без применения химио-лечения. Потом, в течение двух месяцев дома, они продолжают лечение под нашим наблюдением. В организме человека паразиты могут жить бессимптомно, длительное время. Они истощают организм, снижают иммунитет. При этом перестают полноценно работать все системы жизнедеятельности человека. Специалисты «Белого медведя» разработали специальный двухнедельный курс, где четко расписан каждый час. Напомним, что в основе программы лежит антипаразитарное лечение. Именно за этим едут сюда люди с разных концов света. Знаете, меня переполняют на самом деле такие солнечные эмоции, потому что я впервые в республике Дагестан нахожусь, впервые в городе Махачкала, и слышала по рекомендации своих знакомых неоднократно об этом центре, что здесь проходит такая терапия, антипаразитарная система очистки организма, что здесь работают такие настоящие профессионалы своего дела, любящие люди свое дело, болеющие за него и знающие его на 100%. И именно поэтому, наверное, выбор, вот когда стал вопрос о том, чтобы пройти первый раз в своей жизни чистку такую глубокую, с погружением, вопрос уже не стоял, куда ехать. Лечебная программа включает в себя целый комплекс процедур. Баночный массаж улучшает лимфа и кровообращение в тканях, кожном покрове, улучшает дыхание, стимулирует биологически активные точки и зоны тела. Медовый массаж устраняет застой венозной крови, питает клетки хрящевой и костной ткани витаминами и минералами, оказывает обезболивающее действие и улучшает метаболизм. Большой популярностью у клиентов белого медведя пользуется герудотерапия. Пиявки улучшают работу нейроэндокринной системы и оказывают противомикробное влияние. Они выделяют вместе со слюной вещество, которое убивает микробы. Довольные клиенты из разных городов России приезжают сюда неоднократно и привозят с собой родных. Я привозила сюда своего папу после больницы. Люблю полностью все процессы оздоровления, которые здесь проходят. И отвары, и гимнастики, и дыхательная гимнастика. Все, на самом деле, очень хорошо влияет на здоровье. Чувствует себя отлично. Папа тоже себя чувствует отлично. Среди многочисленных процедур, которые проводятся в двухнедельный срок, есть также вытяжение позвоночника, озонотерапия и биорезонансная терапия. Каждый вид паразита имеет свою частоту. Мы подбираем эту частоту, и воздействуя этой частотой, мы уже добиваем в конечном итоге паразит во всех тканях, в кишечнике, в печени, в головном мозге, в крови. Каждый пациент лечебно-оздоровительного комплекса в первую очередь проходит диагностику на самом современном оборудовании. Метод гемосканирования – метод, позволяющий с максимальным комфортом для пациента по живой капле крови определить болезни. Итак, друзья мои, вновь всех приветствую, кто только что присоединился к нашему эфиру. Это программа «Здоровье». В гостях у нас главный врач лечебно-оздоровительного комплекса «Белый медведь» Магомедова Фатима Амаровна. Фатима Амаровна, ну вот более или менее мы уже имеем представление о вашем центре. Надо, кстати, отметить, что находится он на улице Лаптиева, 53А. Это в редукторном поселке, да, напротив детского парка «Дракон». Есть поворот налево к морю, и там уже по указателям вы не ошибетесь. Есть и телефон, по которому вы можете… Круглосуточный, кстати, телефон. Да. Круглосуточный телефон – это мегафон, 6 восьмерок и 6 в конце. 6 восьмерок, 6 в конце. То есть вы звоните по нему, и можете проконсультироваться и узнать о том, есть ли места или нет. Ну вот, судя по видеосюжету, мы поняли, что главное направление вашего оздоровительного центра – это избавление от паразитов. Да. Это так? Нет. Тогда давайте развеем вот эту информацию, да, и вообще перечислим, с какими проблемами человек может попасть к вам в центр. Дело в том, что это не главное направление, а главное направление в том, чтобы избавиться от хронических заболеваний. Заболеваний, да. И от вялотекущих заболеваний. Вот вы знаете, что когда человек приходит и говорит, у меня грипп, врач знает, что надо сделать, правильно? Остро снять это симптомы гриппа. Когда у человека дизентерия, холера, чума, мы знаем, что делать. Вот мы страх, боимся, всё направляем для того, чтобы привести человека в порядок. А когда идут эти вялотекущие, вот эти медленно сосущие организм человека, это же сегодня же он не умирает. Вот это же длится годами. И человек потихоньку, медленно начинает всё больше и больше болеть, быстро стареть. У него появляются болезни такие, как головокружение, шум в голове, появляется снижение памяти. У детей нервозность, раздражительность, плаксивость, повышенная утомляемость. Человек просто утром просыпается и говорит, что-то я не выспался. Вот пришёл, он что-то поделал, так хочется полежать. И мы думаем, человек устал, не понимая того, что это уже внутри что-то не так. В чистом теле болезни не бывает. Фатима Маровна, прошу прощения, что вас вынуждено прервать. Мне подсказывают, что нам нужно прерваться теперь на короткую рекламу. Друзья мои, небольшая рекламная пауза, а далее мы продолжаем. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что у нас в студии главный врач лечебно-оздоровительного комплекса «Белый медведь» Магомедова Фатима Амаровна. Если вдруг у вас озрели какие-то вопросы, вы можете набрать прямой студийный номер телефона 69-44-72 и задать их в прямом эфире, чтобы наш уважаемый врач вам ответил. С удовольствием сообщаю о том, что данный центр находится по улице Лаптеева, 53А. В редукторном поселке напротив детского парка «Дракон» есть поворот налево в сторону моря. И телефон, который работает круглосуточно, по которому вы можете получить консультацию и задать вопросы. Это мегафон 8928, 6 восьмерок и в конце шестерка. Фатима Амаровна, давайте еще раз, вот так как нас реклама прервала, давайте еще раз перечислим, с какими проблемами, с какими заболеваниями человек может обратиться в ваш центр и по срокам, сколько длится ваше лечение. Так, к нам может обратиться пациент с любой хронической вялотекущей патологией. Сюда может относиться как неврологически все наши проблемы, потому что я как невролог начинала именно вот с этого. Потом я поняла, что все остальные болезни тоже очень хорошо помогают. Итак, кожные болезни, аллергии. Просто я в шоке от того, какие получаем результаты, не применяя никаких препаратов, которые обычно назначаются при этом, вплоть до гормонов. А те, которые уже подселены на гормоны при этой аллергии, тоже, конечно, тяжелее с ними работать, и тем не менее, даже из этого состояния они выходят. Потому что гормональных больных, это все равно, что наркомана, вот просто взять и вытащить из этих наркотиков, это очень тяжело. Они же внедрились прямо в клетку, и поэтому я считаю, конечно, это проблема номер один сейчас, аллергические болезни. И уже доказано, что это грибково-глистная патология. И начинать лечение аллергических болезней надо с того, чтобы привести в порядок желудочно-кишечный тракт. А помимо этого, все вот эти, особенно молодежь сейчас, там идут какие-то нарывы на коже, на лице, всякие фурункулы, сейчас карбункулы, просто псориатические болезни, псориазм. Просто это кошмар, который сейчас, мы знаем, опять-таки, но не лечится обычным путем. Не лечится. Вот недавно был у нас кожник врач, мы с ней обсуждали эту тему, действительно, это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться. Оказывается, очень даже возможно избавиться. Да вы что? А есть такой пациент, много было пациентов, не один, вот несколько пациенток было, которых мы смогли помочь им. А я не говорю, что полностью, а, конечно, они должны всю жизнь придерживаться правильного образа жизни. Ну, это и так понятно, что любую болезнь, да вообще надо всем, даже здоровым надо, чтобы не заболеть, правильно жить. А те, кто заболел, конечно, тем более. Псориазм, он не только псориазм, все вот эти дерматиты, экземы, все кожные болезни, патология, причина находится в толстом кишечнике. А, соответственно, в печени оттуда идут почки, оттуда идут кожа, это третья почка считается. И есть такой американский профессор Джон Пегана, который нам просто книгу написал о псориазе, и как подход к нему. И он рассказывает в своих книгах, как за 8 месяцев смог он вытащить человека, как говорится, с такой тяжелой болезнью. А когда мы делаем на фоне своего метода, а какой метод, в принципе, он нетрудный, просто мы 14 дней, 14 дней у нас идет оздоровление. Конечно, за 14 дней полностью вылечить, ну, невозможно, это даже нереально. Но, опять-таки, запомните то, что я вот часто говорю, метаболизм в череде, цикла развития, это 90 дней, это 3 месяца. А восстанавливается печень в течение 10 месяцев. Поэтому 14 дней только обучаем, как правильно это сделать. Вырабатываем у людей рефлекс на правильный образ жизни. Если каждый день, он начинает с того, что он просыпается и пьет воду, теплую воду. Потом мы говорим, дальше по программе по минутам идет, когда что надо пить. Это расписание у них просто на руках книжечки. Смотрят на время, смотрят на свою книжку. Дальше баночный массаж, медовые вытяжки, скипидарные ванны. Кому нельзя медовые, заменяем другими процедурами. Это все с каждым индивидуально работает. Кому надо больше, кому надо меньше, у кого высокое давление. Доказано, что высокое давление, оказывается, тоже можно спасти этого человека, а не сажать его на эти лекарства пожизненные. Что для этого надо сделать? Обычно что назначаются? Препараты, которые обладают мочегонным и сосудорасширяющим действием. А мы что делаем? Мы стараемся восстановить печень, почки, соответственно, кровь. И смотришь, давление потихонечку, потихонечку спадает на нет. И лекарство, которое назначало 20 миллиграмм, переходим на 2 миллиграмма. И понимаете, как? Вот это все надо научить человека делать. Я всегда говорю, мы не заменяем ваших лечащих врачей. Мы им помогаем. Мы говорим, что да, любую болезнь надо начинать лечение с того, чтобы восстановить микрофлору кишечника, микрофлору легких, микрофлору слизистой рта. Поэтому, когда носоглотка, когда уши болят, когда мы чувствуем, что вот хроническая ангина, говорим, что надо начинать с того, что когда у нас гайморит, начинать не оттуда вытаскивать гной, а на фоне, я не говорю, не вытаскивать, я говорю, лора-врач, пускай свою работу делает, но на фоне восстановления желудочно-кишечного тракта. Потому что сколько мы отсюда, мы не вытаскивали, если там сзади нет оттока этой грязи, а отток идет через лимфатическую систему. А лимфатическая система, это наша белая кровь, мы ее называем канализацией нашей. Канализация засорена, все, канализационная кровь с кишечника, куда идет? Наверх мозг. Поэтому, если мы хотим, чтобы там сверху было хорошо, сделайте, чтобы внизу было хорошо. Отеки на ногах, ходят вот с такими ногами, еле ходят отечные лимфостазы. И говорят им, вот вам надо то сделать, а что надо сделать? Сначала приведите в порядок лимфатическую систему. А мы к лимфатической системе подходим только на 10-й день нашего очищения. Каждый день у нас прописан, да, мелочи. Давайте как раз таки и расскажем об этом. Вот подробно, каждый день лечения. Первый день, как человек приходит, мы его знакомим с тем, что мы делаем, рассказываем, объясняем. И первый же день мы говорим, что вам надо делать мануальную терапию, это обдавливание внутренних органов по старославянской методике. Потом после этого делаем маленькую микроклизму. Да, и вот еще программу очищения у нас входит, значит, очищение через желудочно-кишечный тракт, это клизмы. Очищение через легкие, это дыхательная гимнастика пострельниковая каждое утро, и статическое йоговское упражнение в 4 часа вечера. Третье у нас идет очищение через мочеполовую систему гидротации. У нас специальные фильтры, фильтры у нас, которые мы взяли с японской фирмы «Никин». Очень хорошие, мы говорим, не обязательно этот фильтр. Да, хорошие фильтры берите, дома должны быть фильтры, а не вода, как говорится, которую мы покупаем. Фильтры для воды вы имеете в виду, да? Именно для воды. Фатима Марвановна, я прошу прощения, есть телефонный звонок, давайте примем. Алло, добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. Я хотел один вопрос вам задать. У меня была операция на свиш. И после этого операция у меня началась делать по часам. И я вот припеляю вот до этих пор вот таблетки вот диазолин, вот субрастин. И два-три дня он перестает и обратно начинаю чесать. Ну, сколько бы не чесал, до крови можно чесать. И хочется еще чесать. А свиш чего у вас был? Ну, я не знаю, вот просто проявилась у меня она. И, оказывается, она... Свиш прямой кишечник. Просто мы взяли, врачи мне порезали ее, а вот такой щичка была. А где, где, в каком месте, в каком органе это было? Свиш прямой кишечник. Это было вот где ягодится, там не могут прямо. Все, спасибо огромное вам за телефонный звонок. Так, свиш просто так тоже не появился у вас. Значит, у вас проблема с кишечником была еще и раньше. И для того, чтобы привести в порядок именно прямую кишку, надо было бы начинать с того, что сначала надо было сделать очищение, именно прямой кишки, мелкие микроклизмы, пьется вода, пьются отвары. И тогда не надо делать операцию. Тогда свиш сам затягивается. А если же операцию вы сделали, после операции вы должны были прийти к нам на именно восстановить кишечник, на реабилитацию. Вот, если у вас, и сейчас можно прийти к нам, мы поможем вам, хотя бы если у вас не получится ложиться к нам, потому что у нас 14 дней, это стоит все-таки деньги. А может быть, у вас, если у вас нет таких возможностей, хоть что-то сделать, как помочь это дома организовать, я вам объясню и помогу вам. Для этого нужно сказать нашему уважаемому гостю, где находится центр. Правильно? И чтобы вы пришли на консультацию в лечебно-оздоровительный центр, потому что если вы говорите, что вы пьете суперосин, значит, у вас аллергия, правильно? Да, уже это идет интоксикация, уже отравление идет у вас. Хроническое отравление организма. Значит, печень давно страдает. Вам надо сделать УЗИ желчного пузыря печени, печеночные пробы сдать и прийти к нам с этими анализами. Я вас посмотрю и вам дальше откорректирую ваше реабилитационное лечение. Итак, центр «Белый медведь» находится на улице Лаптиева, 53А, прямо около моря в редукторном поселке. И телефон есть, мегафон, 6 восьмерок, 8-8-8-8-8-8-8-6. Вы можете набрать. И центр работает круглосуточно, да, Фатима Амаровна? Да, круглосуточно, у нас дежурный, без выходных, поэтому 14 дней. У нас специально работают, причем у нас не получается делать выходные, потому что каждый день у нас какая-то, сегодня какая-то программа одна, завтра вторая. Идет поэтапное оздоровление организма, начинается с прямой кишки, потом идет дальше, подходим к желчному пузырю, к печени, потом идет очищение капиллярной системы, потом постановка пиявок, очищение крови, потому что мы знаем, что у нас пиявки не ставятся людям просто, которые пришли, например, как многие в больницах, пришли, поставьте мне пиявки, мне что-то нехорошо, у меня давление. Это очень важная процедура, и она должна быть грамотно сделана. И поэтому кому попало ходить и как попало делать, тоже нельзя. Здесь надо, именно мы делаем на пятый день очищения, на девятый день, и на тринадцатый день на мочеполовую систему ставим. Поэтому все пациенты, которые идут на лечение именно с помощью пиявок, должны помнить, что это такое пиявка, что она питается суррогатами крови, что для того, чтобы к крови подойти, надо именно прийти, сначала хоть немножечко привести в порядок эту кровь, и только потом уже надо будет ставить туда пиявки. Это одно. А вот вопрос задал, очень интересный вопрос, потому что у меня был такой пациент, это был очень молодой парень, который тоже с этим священ, он говорит, мне зашивают, опять все открывается, я постоянно на препаратах. Начал он делать, он говорит, ой, а как я буду делать клизмочку? Во-первых, слово клизма у нас не подходит. Мы называем глубокое очищение кишечника. Или же микроклизма, 300 грамм. Что такое 300 грамм? Это мы как бы снизу просто пробку вытаскиваем грязи, которая там собралась в нижнем отделе. Я ему говорю, то, что ты по-большому ходишь в туалет, это тебя не смущает, а то, что чистая вода туда зайдет, это тебя смущает. Он так подумал, он говорит, да, честно говоря, логически рассуждаю, правильно, хорошо. Вот в общем пришел, он сделал, все, свищ закрылся, забыл вообще, что у него было. И с тех пор он живет на том образе жизни, который мы ему порекомендовали. С тех пор, прошло уже 10 лет, парень живет этой жизнью. И не только сам живет, но и окружающие, которые с ним работают, он их тоже посадил на эту воду фильтрованную, на правильное питание, на то, что нельзя все подряд есть, а потом заедать это лекарство. Есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да, слушаем вас, говорите. Так, слушаем. У меня, короче, диагноз такой был, операция, что у тебя просто. Короче, у меня операция, что у тебя просто, да, как и так он. Честно говоря, мы не понимаем, о чем идет речь. О следующей, да. Да, вы, пожалуйста, наши уважаемые редакторы, к вам просьба, пожалуйста, зафиксируйте этот вопрос, передайте нам, и мы обязательно на него, да, ответим. Потому что здесь в студии абсолютно непонятно, о чем идет речь, и мы не можем разобрать, как формулируется вопрос. Поэтому давайте продолжать, Фатима Амаровна. Мне хочется еще раз представить вас. Главный врач лечебно-оздоровительного комплекса «Белый медведь» у нас в гостях. Магомедова Фатима Амаровна. Телефон этого комплекса «Белый медведь» – мегафон, 6 восьмерок и в конце шестерка. Телефон работает круглосуточно. Мы говорим о том, что огромное количество хронических заболеваний можно излечить или хотя бы улучшить состояние больного, чтобы он чувствовал себя нормальным, полноценным членом общества. Вот вы сказали, что есть там гимнастика Стрельникова, микроклизмы. Какие еще пиявки, какие еще методы используете вы? Так, значит, еще раз начнем с того, что мы идем поэтапно с того, что первый день мы приводим в порядок, как-то немножечко восстанавливаем кишечник, запросим пациентов, чтобы они попили водички сегодня хоть немножечко так, и причем воду мы как говорим, сколько воды выпили, сколько воды, так называемый, диореспа. Это надо будет, чтобы они контролировали. Это во-первых. Во-вторых, на следующий день мы уже начинаем работать с позвоночником и делаем баночный массаж уже на более-менее чистый организм. Они уже пьют воду, они уже сидят на правильном питании, они исключаем молоко, исключаем сахар, все сахар содержащие. И первые вот эти дни, у них полностью исключается мясо, потому что и так много мяса в виде глистов грибковируса. Вот поэтому это надо организму переработать, и чтобы это все вышло. Уже потом дома мы говорим, пожалуйста, теперь вы уже можете позволить себе мясную еду. Ну, причем мясная еда должна быть в сочетании с овощами. И лучше, конечно, первый блюдом всегда выливать, и мясо лучше пока вареным. Это во-первых. Во-вторых, баночный массаж. На следующий, на третий день говорим, а теперь медовые вытяжки. А вот с сахарным диабетом, говорим, вам нельзя медовые вытяжки. С медом то, что связано, пока не рекомендуется. До тех пор, пока мы сахар не снизим естественным путем. Причем самые благодарные пациенты, я все время на этом говорю, что это те, у кого сахарный диабет и бронхиальная астма. Просто на глазах это. Они перестают пшикать себе в рот, принимать гормоны. И смотришь, просто они говорят, вот 14 дней, а они ни разу, говорят, у нас не было астматического синдрома. Почему получилось так? В принципе, мы просто их перевели на правильный образ жизни. Незаметно для себя уже и этого нет. А сахар, который даже инсулинозависимый, на глазах сахар снижается. Я говорю, подождите, инсулин не отменяем. Я не эндокринолог. Пожалуйста, работайте со своим эндокринологом. Мы только дозу уменьшаем под контролем сахара. Проверяем глюкометром. Я прошу прощения, мне подсказывают, что у нас еще один рекламный блок. Дорогие друзья, не так много времени остается до завершения нашего прямого эфира. Но еще есть у вас время задать вопросы нашему уважаемому врачу. Пока короткая рекламная пауза. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Есть у нас телефонный звонок. Прямо сейчас его принимаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела бы вопрос задавать. Вот повышение пристерим все время, давление повышается. Вроде на дети сидим, а все равно повторяется одно и то же. То есть, вот вы говорите, спасибо большое. То есть, я так понимаю, вопрос таков. Вы говорите о том, что надо сидеть на диете, правильно питаться, и давление будет падать. Но тут давление не падает. Так, дело в том, что у нее не падает давление, почему? Она говорит, я сижу на диете. Вот у нас программа, которые каждый раз мы объясняем, потому что у нас не сидят на диете. У нас просто исключается из рациона молоко, и сахар, содержащие продукты, ограничивают. И все. Ограничивают. Чисто молоко нельзя, кисломолочное можно через месяц. Главное, в чем проблема? То, что раздельность питания между 2 часа, между белками и углеводами, особенно те, у кого высокое давление, на фоне антипаразитарной программы. И воду эти люди должны пить в теплом виде. Обязательно вместе с водой должна быть антипаразитарная программа. Вот этот момент. Они думают, что вот они сидят на воде. Некоторые моржуют, некоторые там обливаются холодной водой, некоторые сидят в ванной принимают. Но не помогает это все, если внутри сидит аскорида, таксокара, лямблии. И очень много сейчас, которые сейчас аписторхи пошли по Дагестану, которых раньше вообще не знали, что такое аписторхоз. Фасциолы сейчас сколько я вижу. А это же все у нас идет в кровь. Кровь становится густой от этих глистов и от их выделений. Потому что они не только кушают то, что мы кушаем. Они точно так же, как человек, ходят по большому и по маленькому. И получается, что это в этих их испражнениях мы живем. И считается, что это ничего страшного. Вот этот момент. Если же понимать вот это, обязательно те люди, которые с высоким давлением, это говорит о густой крови. А раз густая кровь, а когда мы принимаем препараты, которые обычно назначаются, она еще больше густит кровь, назначается кардиомагнил, который разжижает вроде бы эту кровь. Какой толк густую болото заливать ферри? Все равно это болото останется болотом. Фатима Марвиновна, есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Хотела спросить. У новорожденного ребенка есть дучие животы, и черный живот, и не может какать. И напрягает в животе ребенок черный, где попка, и никак не может какать ребенок. А сколько лет? Месяц уже ребенка. А, месяц ребенка. Значит, есть ли? Да. Спасибо большое. Так, я надеюсь, что вечерний ребенок находится на грудном скармливании. Значит, этому ребенку, прежде чем дать грудь, мать должна сначала дать теплой водички попить. Сама она должна тоже выпить стакан теплой воды, прежде чем накормить ребенка. Сама должна выпить. Потом она должна съесть что-нибудь из фруктов. Потом она кушает, питание должно быть, если она кушает мясо с овощами. После того, как она поела, она должна выпить еще через час стакан теплой воды. И вот это молоко дать ребенку. А чтобы одновременно с этим, надо должна провериться и мать, и ребенок на наличии глистов. Мы проверяем кровь на глисты. Мы не проверяем кал. Потому что кал, это когда выйдет, когда не выйдет, как это получится. Там 20 раз нужно проверять, чтобы найти что-то. А тут кровь просто на глазах видно. 1800 раз увеличивает микроскоп. И мы своими глазами видим в крови, как там бегают эти их личинки. Если там дрожжевой грибок, просто явно это наглядно видно. У нас очень грамотный специалист, который работает по этой программе. И у нас это обследуется. И причем оказывается, что дети зарождаются уже внутриутровно, когда они могут заразиться от матери, через плаценту все это переходит. И ребенок рождается уже больным. И когда у него пучит живот, значит, то, что неправильно кормили одной, и то, что там внутри находятся какие-то микробы, которые вызывают сдутие и газы. Значит, надо от них избавиться. Грудной ребенок избавляется с помощью грудного молока. Через грудное молоко переходят все антипаразитарные сети, отвары переходят в молоко, и оттуда идет ребенку. Вплоть до того, что у меня постоянно приходят к нам женщины, которые с грудными детьми, и мы лечим мам, и лечатся вместе с ними эти грудные дети. То есть тоже такое практикуется, да, у вас? Очень часто. Шикарный результат. Мы этих детей не лечим, мы маму лечим. Есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Говорите, пожалуйста. Можно говорить? Да, конечно, конечно. Добрый вечер. Добрый. Вот я хочу к вам поступить, лечение делать, вашего личного. Какие документы я должен иметь для себя? Спасибо огромное вам. Это очень важный и своевременный вопрос, Фатима Амаровна. Действительно, давайте озвучим цену. Что в эту цену входит, и когда можно прийти, и с чем. Итак, работает центр 14 дней с одним пациентом. И кто хочет дольше, он дополнительно платит за дополнительные дни. А так, программа рассчитана на три недели. Но мы две недели делаем сами, третью неделю, и еще месяц даем задание на дом специальной книжки. 25 тысяч, что это 14 дней. Туда входит специальное наше питание, которое исключает молоко, сахар и мясо. Три раза в день кормим. Правильное питание. Каши крупяные на воде, постные супы, постные борщи. И обязательно входят салаты. По мере возможности салаты должны быть тушеные. Индивидуально, если кому-то что-то не подходит одно, специально готовим еду для этого пациента. А для детей тоже отдельно готовим. Хорошо. Туда это входит. Все, что мы делаем. Баночный массаж, медовая вытяжка, скипидарные ванны, постановка пиявок, наши парные, зарядка утром и вечером, коррекция позвоночника, коррекция внутренних органов. Все это входит в программу. Есть дополнительные процедуры. Дополнительные. Это иглорефлексотерапия. Это как в любой больнице. Кто хочет дополнительно, пожалуйста, они могут это себе позволить. Биорезонансная терапия, лечение с помощью токов. Избавление от глистов. Озонотерапия. И обычно, я говорю, 2-3 сеанса достаточно. Потому что мы потом, наши пациенты пьют эту хорошую фильтрованную воду, и кровь сама начинает уже разжаться, и очень хорошо давление снижается, и головные боли уходят, и самочувствие. Все намного улучшается. Так что, если же мы, если наши пациенты все это соблюдают в течение 14 дней, у них уже идут первые результаты, первые. А потом дальше, они, значит, даем на месяц программу, напечатанную. Каждому индивидуально разговариваем. После этого они приходят через месяц на повторный осмотр. Уже он идет бесплатный. 150 рублей они, правда, платят за микроскоп. Потому что там очень много инструментов, должны быть разовые. Потом после того, что как это... И причем, вы знаете, какая разница? Пациенты, которые пришли к нам до начала лечения, потом через месяц проверяем, плазма чистая. Каждый эритроцит идет отдельно. Все эти леченьки вдруг куда-то их мы не видим. Больные сами. Они могут сфотографировать свою кровь в начале, сфотографировать кровь потом в конце, чтобы они могли сравнить, насколько ей разница. А какие документы нужны для того, чтобы... Общий анализ крови. Общий анализ крови. Общий анализ. Очень важно, потому что нам, мы не можем взять, например, я не могу взять туберкулезного больного, потому что по санэпидстанции. Ну да, понятно. И онкологических больных мы стараемся тоже не брать, потому что уже в стадии, когда уже четвертая стадия, когда уже помочь не можешь. Мы тогда говорим, вот вам лечение на дому, хоть что-то. Чтобы, конечно, можно и им помочь. Но когда они, я вижу, знаю, что я реально не могу вылечить этого человека, мне просто бывает неудобно перед ним. Некоторые говорят, мы понимаем, что вы нас не вылечите, но хотя бы уменьшить дозу наркотиков, хоть как-то нас поддержать, чтобы не было вот этого неприятного запаха, разлагающегося тела, не было такого запаха, это тоже можем помочь. То есть получается общий анализ крови, общий анализ мочи, еще что? Да, флюорограмма. Флюорография. Да, флюорограмма и кровный РВН-ВИЧ. Кровный РВН-ВИЧ. То, что просит санэпидстанцию. То есть полис не нужен? Полис нам не нужен. У нас, потому что, да, мы по фонсу не работаем. С паспортом это коммерческое лечение. Да, мы по фонсу не работаем. А вот, например, вот хотелось бы знать, вот для чего, например, используются у вас скипидарные ванны или, например, медовые какие-то баночные массажи? Вот что вы ими, чему вы помогаете? Значит, почему мы, для чего-то мы используем. Да. Потому что к нам приходят пациенты, которые сильно кровь загрязнена, не только глистами, грибками. И причем, вы знаете, сейчас в последнее время идут тканевые мелкие черви, вот именно простейшие, которых так просто не видно. И они сидят внутри клетки. Вытащить оттуда очень тяжело. Поэтому мы открываем, когда просто, например, как обычно в поликлиниках назначается, вот у вас нашли глисты, пожалуйста, принимайте немозол, там бельтрицит, вермокс, дикарис. А их же долго нельзя принимать. А они уже сидят не только в кишечнике, а уже заполонили нашу кровь и наш организм. Тогда мы что делаем? Мы открываем все дренажи. Через кишечник, через мочеполовую, это идет питье воды, через легкие, поэтому делаются упражнения утром и вечером, чтобы очистить просто с мокроты, вся эта выходит такая вязкая мокрота. И через кожу, вот лечение через кожу, потому что мы же говорим, это третий фильтр. У нас есть почки, у нас есть печень, почки, и вот теперь кожа. А кожа занимает очень большое пространство. И когда у нас не справляются внутренние органы, все начинают через так называемый раздраженный кишечник, через так называемый дырчатый кишечник, у нас получаются псориазы и так далее. Мы что делаем? Мы этих пациентов лечим через кожу. Делаем не только скипидарные, с содосолевые ванны, и с отварами, там, с полынью, с корой дуба и так далее. Это тоже входит туда же в программу. И поэтому помогает нам лучше очистить наш организм, в конце концов. Есть телефонный звонок. Я прошу прощения, что приходится вас постоянно прерывать. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Меня беспокоится, у меня суставы болит. Я хочу у вас, прошу, волните. Такое это есть. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Я про суставы хочу сказать отдельно. Суставы у нас начинают болеть когда? Спасибо большое. Даже если один сустав заболел, значит, внутри уже все разлагается. Понимаете как? Поэтому, когда болят суставы, значит, уже печень давно плохо работает, уже почки плохо работают. А раз почки плохо работают, значит, уже идут, поясничном отделе уже появился болевой синдром, уже пошли и грыжи, и остеохондрозы, и в грудном отделе, в шейном. Там уже пошли тазобедренные суставы, коленные суставы. И к ним подходить надо через толстый кишечник и через почки. Потом мы здесь 14 дней помогаем. Отдельно на суставы делаем медовые вытяжки, кому можно. Ставим туда на них пиявки. Но все это сразу не помогает. Потом они идут домой, и дома они первые две недели принимают чистотел в мизерных дозах. Потом они работают с почками, там 5 трав душица, с порожми, с шалфей, зверобой. Потом они, это в течение 12 дней, и последние 3 дня месяца они принимают лавровый лист. Представляете, сколько времени мы идем со суставом. И одновременно с этим, конечно, ставятся пиявки. Те люди, которые у нас уже прошли курс 14 дней, они потом приходят к нам еще. Они приходят амбулаторно и ставят пиявки на колени, на грудной, на поясничный отдел, за ушами, на лицо, у кого проблемы кожи, у кого головные боли, в общем, очень хорошо помогают эти пиявки. Но опять-таки потом уже, сразу толку-то нету. И поэтому вот это тоже, вот то, что она говорит суставы, о чем скрипят суставы, о чем они нам говорят. Говорят, значит, ребята, они говорят, помогите нам, помогите через правильный подход к здоровью. Через толстый кишечник, через печень, через почки. А не деклофенак 10 дней подряд утром и вечером. Вот то, что сейчас обычно. А потом в конце гормоны, потом диспроспан делается туда, и люди говорят, не помогает. А что делать? А потом туда уже вводят дополнительно еще какие-то уколы, и эти бесконечные уколы суставы. В конце концов, сустав перестает двигаться. Ну и дальше, говорит, уже ничего не помогает. А вот то, что мы делаем, мы сначала, а потом еще работаем с травматологами, когда они уже вводят чистую кровь. Есть такая методика, когда плазмолифтинг называется. Да. Когда прямо в суставуется. Но к этому суставу надо подойти через буквально месяц от начала нашего оздоровления. Ну что ж, уважаемые телезрители, до завершения нашего эфира осталось уже очень мало времени. Мне хочется еще раз представить нашу гостью, это главный врач лечебно-оздоровительного комплекса «Белый медведь» Магомедова Фатима Амаровна. Сей комплекс находится по адресу улицы Лаптиева, 53А, в редукторном поселке напротив детского парка «Дракон». Есть поворот налево в сторону моря. И есть телефон, по которому вы можете записаться и прийти на консультацию, и также узнать об условиях, как можно находиться в этом оздоровительном комплексе. Это 8 928 6 восьмерок. И в завершении цифра 6. Фатима Амаровна, спасибо огромное, что вы были вместе с нами, что вы даете нам такую полную информацию, действительно оказываете такую большую пользу. Потому что, конечно, это же очень ценно. Потому что аптек огромное количество, лекарств огромное количество, и в них просто люди могут потеряться. А вот такими простыми, нехитрыми способами, все натуральное, все естественное, это просто очень большое дело. Огромное спасибо, что были с нами. Я просто еще два слова хочу сказать. Потому что я хочу сказать всем нашим гражданам, пожалуйста, не ждите, пока вы тяжело заболеете. Лучше заняться профилактикой. Это во-первых. А во-вторых, если заболели, все равно надо подходить к болезням через очищение. На любую операцию, куда бы вы ни оперировать, что бы вы ни оперировали, все равно надо сначала очистить наш организм, очистить кровь, и на чистую кровь идти на любую операцию. И после операции, восстановительный период, так называемое оздоровление уже после этого, тоже лучше проходить через наш центр. Тогда пока он единственный у нас в городе. Вообще в Дагестане, в республике. И по России его мало таких центров. И по такой цене мало. Потому что сейчас есть такой вот центр. В Кивачеве, в Москве, под Москвой, за границей. Но цены очень большие. А цена, если 25 тысяч, это не такая большая цена, которая стоит того, чтобы вы проходили, ну, не только старики, но и молодежи. Чтобы молодежь знала, что все ваши кожные проблемы, все ваши головные боли, ваши усталости, это все очень хорошо помогает нам, лучше всего, конечно, на начальных этапах. Спасибо большое. Это была программа «Здоровье». Друзья мои, встретимся с вами уже в следующую среду, ровно в 20.50. Ну, а пока на сегодня это все. Берегите себя и будьте счастливы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!